Сроки сева, у нас здесь паровой участок, в целом паровой участок может быть даже более, дает более точную и полезную информацию, почему? Потому что в момент сева, к примеру, в ранние сроки влага в почве присутствует, поэтому, если сравнивать по непоровым предшественникам, поэтому здесь более точная информация. Это вот у нас ранний срок сева. Здесь у нас три сорта. Ранний срок сева. Ранний срок сева это 5 сентября получается. Этот срок сева, он, кстати, визуально отличается, причем даже по высоте растений где-то, наверное, сантиметров на... Ну, чуть ли не на 10 сантиметров, да. Это 15 сентября. И по цвету, кстати. По цвету тоже отличается. 15 сентября. То есть вот так вот получается паровой предшественник. Уже проявляются пятна, недостатка влаги и элементов питания. У нас не было осадков и было интенсивное испарение. И плюс, как бы не было возможности уазимой пшеницы, если она с осени была недоразвита, развиться весной. То есть сразу такие вот на нее жесткие обрушились условия. То есть это средний. Средний срок 15 сентября. И уже есть проявление недостатков элементов питания и влаги. Так. И это у нас уже срок... Он уже по цвету отличается сильнее. Это у нас срок 25 сентября. Ну и естественно... Вот она, эта желтизна. Нижний ярус. Листья уже сброшены. То есть участок весь в пятнах, вот в таких. А пшеница, естественно, не успела раскуститься с осени. И получается, что весной тоже не было такой возможности. То есть вот явный такой признак, что... Поздний сев не всегда это успех. Даже на паровом предшественнику. По паровому предшественнику. Также эти пятна вот есть и на надоре. Вот они появляются. Поэтому если озимая не успела раскуститься и развить корневую систему с осени, то любой любая любая такая стрессовая кризисная ситуация весной она будет будет очень плохо влиять на зимы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова